В прямом эфире РБК Уфа. Я Екатерина Тимиряева. Здравствуйте. В рамках инвестсобанту из-за Урали 2019 подписаны три инвестсоглашения на общую сумму порядка 1 миллиарда рублей и пять о намерениях на общую сумму в 70 миллиардов рублей. В целом, ледь мотивом форума стала необходимость выстроить максимально понятную инфраструктуру для бизнеса и уделить особое внимание административному давлению на предпринимателей. И прямо сейчас предлагаем послушать заявление временно исполняющего обязанности главы Башкортостана Радия Хабирова и генерального директора агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой. Вот когда бизнес поймет в ваших действиях искренность ваших намерений, что вы не из-под палки помогаете ему бизнесу, а что относится ему как действительно единственное для вас, в общем-то, возможному источнику обогащения вашего муниципалитета, что вы это делаете с желанием и что вы ни один случай обращения к вам бизнеса не оставляете без отработки, без внимания, вот тогда, как говорят шутки, люди к вам потянутся. Вот тогда вот то, какое-то аморфное явление, то, что мы называем бизнес-среда, обретет реальные черты и начнет работать. Именно вот этот диалог, открытость органов власти, региональных органов власти к бизнесу, мы увидели это и по результатам опросов. То есть это то, что сегодня бизнес почувствовал вот эти изменения, бизнес, который работает в Башкортостане, что с ними начали разговаривать, обсуждать проблемные вопросы, обсуждать перспективы развития. На бизнес-форуме «Зауралье-2019» Деларосс Андрей Назаров объявил о предложении медиахолдинга РБК УФА о запуске нового проекта. Открытый разговор бизнеса и власти, который также должен помочь бизнесу решать проблемы. Вот одно из предложений медиахолдинга РБК УФА предложили между четвергами, о которых вы говорите, проект передачи, на который на лету будут возникать вопросы, претензии, предложения и сразу же будут получаться ответы от профильных руководителей, министров, руководителей ведомств. Мне кажется, такая открытость только на пользу будет работать в нашей республике и в общем-то предпринимательскому сообществу даст еще дополнительный инструмент взаимодействия с правительством. Инвестсабантой «Зауралье» работает два дня, 22 и 23 июня. На форум приехали гости из 11 стран. Австрии, Армении, Белоруссии, Болгарии и Ордании, Казахстана, России, Сербии, Турции, Франции и Хорватии. А также представители федеральных и региональных государственных учреждений, предприниматели, инвесторы, эксперты и общественные деятели. Настоящий ажиотаж вызвало появление голливудской кинозвезды Стивена Сигала в башкирском городе Сибай. Он прибыл в качестве гостя на инвестиционной Сабантуй за Урале 2019. Подробности узнаем у моего коллеги, шеф-редактора РБК УФА Кириллу Кукошу. Он выходит на прямую связь со студией в Уфе. Кирилл, тебе слово. Ждем подробностей. Екатерина, приветствую. Вот и завершился первый день первого инвестца Бантуя за Урале здесь, в Сибае. Но вот солнце практически ушло за горизонт, а на улицах Сибая становится все жарче. Опять же, во всех смыслах этого слова. Подписание соглашений, о которых ты говорила в начале выпуска, да, конечно, хорошо. Но об этом знают не все сибайцы, а только деловая часть и гости форума. А их приехало более 1200. Это практически в три раза больше, чем изначально ожидали организаторы. Так вот, главным событием сегодняшнего дня, естественно, для всех горожан стал приезд голливудской звезды Стивена Сигала. Давайте посмотрим, как встречали его горожане и как нам удалось с ним пообщаться. Вот в такой толпе журналистов и местных жителей, которые пришли посмотреть на голливудскую звезду, плечо к плечу идут Радий Хабиров и актер Стивен Сигал, причем общаются на английском языке. Ульфат Мансурович, как вам Стивен Сигал? Супер. А что я могу сказать? Это живая легенда. В Сибае приехал на инвестиционную Сабанты. Просто супер. Успели с тобой стереофироваться с ним? Нет еще. Хотите? Ну, каждый человек хочет, наверное, так же. Держите руки. Да, вот сейчас Стивен Сигал и временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостана Радий Хабиров подходят к палаткам с народными промыслами, выбирают, видимо, сувенир. Здесь рисовое масло. Стивен, не хотите открыть школу Айкидо в Сибае? Сложно. Ну да, конечно, стоит отметить, что с русским у Стивена Сигала гораздо хуже, чем у Радия Хабирова с английским. Отмечу, что напомню, что они общались на английском языке. И все происходило здесь, в Аллее, за моей спиной, по улице Ленина в Сибае. Также ожидается сейчас большой праздничный концерт. Горожане потихоньку сходятся на центральную площадь города у многофункционального комплекса «Зауралье». Будем следить за развитием событий. Завтра, 23 июня, второй день инвеста Бантуя за Уралией. И там уже будет не деловая часть, а больше праздничная. Обо всем расскажем в наших выпусках новостей. Екатерина. Спасибо, Кирилл. Даже здесь хочется улыбаться, глядя на вас, на эту картинку в Сибае. На прямой связи со студией РБК Уфа был мой коллега, шеф-редактор телеканала РБК Уфа Кирилл Кукош и эксклюзивный интервью с голливудской кинозвездой Стивеном Сигалом. 2,5 миллиарда рублей выделят в Башкортостане до конца июля дополнительно в Дорожный фонд Республики. Об этом в Сибае в рамках инвеста Бантуя за Уралией-2019 заявил председатель Госкомитета Республики по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов. Из этой суммы 1 миллиард рублей направят на реконструкцию дорог. 1,5 миллиарда – на ремонт восточного выезда Уфы. Помимо этого будут отремонтированы более 1000 километров дорог, ведут в эксплуатацию 6 новых мостов. Дорожный фонд Республики сейчас составляет 21 миллиард рублей. Башкортостан занимает второе место по этому показателю в Поволжье. Главой поставлены довольно амбициозные задачи с точки зрения развития дорожно-транспортного комплекса. Это практически ремонт более 1000 километров дорог, 500 погонных метров мостов. Около 6 мостов должны быть введены в эксплуатацию абсолютно новые. В этом году мы начинаем строительство нового моста через Белую в реке в городе Уфа. Завершается строительство моста в Карадельском районе, завершается строительство транспортной развязки в Тимашево. При этом завершается проектирование крупной транспортной развязки в Нагаево. Готовится предложение по развязке южного въезда в город Уфа. Поэтому задачи поставлены довольно амбициозные. Есть понимание, как их все решать. И при этом есть возможности, в том числе финансового характера. Тимур Мухаммитянов также дал оценку инвестсобанту из-за Урали-2019. По его мнению, форум интересен тем, что это открытая площадка. И здесь можно обеспечить взаимодействие с потенциальными инвесторами, в том числе с иностранными компаниями. На этом пока все. Оставайтесь с РБК. Редактор субтитров А.Семкин